Доброго времени суток всем зрителям канала Девайс! В этом видео я расскажу вам о 7 лучших игровых мониторах с частотой обновления 165 Гц. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда в описании мы оставили ссылки на все мониторы, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Там же мы оставили и промокод с приятной скидкой. Готовы? Вперед! Наш топ я хочу начать с модели Huawei MateView GT Standard Edition, которая получила экран с диагональю 34 дюйма, максимальным разрешением 3440 на 1440 пикселей и VA-матрицей. Соотношение сторон у этого монитора составляет 21 на 9, а время отклика равняется 4 миллисекундам. Также стоит отметить, что данная модель имеет изогнутый дисплей, сгиб которого достигает 1500. Что же касается цветового охвата, то он составляет 90% DCI-P3 и 100% sRGB. Заявленная производителем яркость равняется 300 нит. А еще здесь реализована поддержка технологии HDR, что немаловажно. Не могу не отметить и наличие сертификата TUF Rainland, что означает, что этот монитор имеет эффективную защиту от синего света и мерцания. Углы обзора здесь составляют 178 градусов. Максимальная потребляемая мощность устройства достигает 135 Вт. Доступны следующие порты USB-C2, HDMI версии 2.0 и DisplayPort версии 1.4. А еще здесь предусмотрено крепление для кронштейна. В своих отзывах пользователи обычно отмечают устойчивую ножку, простое и удобное меню, хорошее качество изображения, изогнутость, приличные углы обзора и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите разбираться в компьютерах и быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Девайс и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Asus TUF Gaming VG27AQ, которая может похвастаться IPS-экраном с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон у этого монитора составляет 16 на 9, а время отклика равняется 4 миллисекундам. Здесь используется тип подсветки матрицы LED, а сам экран имеет матовое покрытие. Также стоит отметить, что производитель предусмотрел поддержку технологии HDR10 и технологии защиты зрения Low Blue Light и Flicker Free. Помимо всего прочего, не могу не упомянуть о поддержке технологии динамического обновления экрана AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible, которые эффективно устраняют задержки и разрывы изображения при динамической смене кадров. А еще данная модель имеет цветовой охват 100% sRGB. Что же касается портов, то доступны следующие. DisplayPort версии 1.2, два HDMI версии 2.0 и выход на наушники. Устройство комплектуется поворотной подставкой и внешним блоком питания. Максимальная потребляемая мощность составляет 65 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую цветопередачу и качество изображения в целом, устойчивую регулируемую ножку, эргономичность и высокое качество исполнения. При этом некоторые владельцы не слишком довольны удобством меню, но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. А что вы думаете об этом мониторе? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий геймерский монитор, о котором я хочу вам рассказать, носит название Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor. Эта модель обзавелась дисплеем с 27 дюймами, максимальным разрешением 2560 на 1440 пикселей и матрицей IPS. Соотношение сторон у данного монитора составляет 16 на 9, а время отклика равняется 4 миллисекундам. Также стоит отметить, что здесь используется тип подсветки матрицы LED, а сам экран имеет матовое покрытие. При этом цветовой охват составляет 100% sRGB, а еще здесь реализована поддержка технологии DisplayHDR400 и технологии защиты зрения. Углы обзора составляют 178 градусов. Не могу не упомянуть о поддержке технологии Adaptive Sync, которая способствует уравниванию частоты обновления дисплея с частотой кадров, выдаваемой видеокартой, за счет чего обеспечивается более плавная картинка. Что же касается портов, то здесь доступны два HDMI версии 2.0, DisplayPort версии 1.4, два USB-A 3.0 и выход на наушники. В конце обязательно упомяну, что эта модель имеет трехсторонний безрамочный дизайн. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную яркость, хорошую цветопередачу, эргономичную ножку, симпатичный дизайн и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Вы уже подписаны на нас в Телеграме, там мы публикуем интересные обзоры, разные сравнения и эксклюзивный контент только для подписчиков. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. На очереди модель Gigabyte G27QC, которая получила дисплей с диагональю 27 дюймов. Максимальным разрешением 2560 на 1440 пикселей и VA-матрицей. Соотношение сторон у этого монитора составляет 16 на 9, а время отклика равняется 1 миллисекунде. Также стоит отметить, что экран имеет матовое покрытие. Производитель предусмотрел поддержку технологии HDR10 и технологии защиты зрения. Конечно же не могу не упомянуть, что дисплей здесь изогнутый, при этом радиус изогнутости составляет 1500. А еще он может похвастаться цветовым охватом 120% sRGB. Также здесь доступны порты DisplayPort, 2 HDMI, 2 USB-A и выход на наушники. А еще эта модель имеет безрамочный трехсторонний дизайн и встроенный блок питания. При этом ее максимальная потребляемая мощность составляет 70 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество изображения и цветопередачи, симпатичный внешний вид, тонкую рамку, эргономичность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Dell S2721DGFA, которая может похвастаться экраном с диагональю 27 дюймов, максимальным разрешением 2560 на 1440 пикселей и матрицей IPS. Соотношение сторон у этого монитора составляет 16 на 9, а время отклика равняется 1 мс. Здесь используется тип подсветки матрицы LED. Мне также хочется отметить поддержку технологии DisplayHDR400 и технологии динамического обновления экрана NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium. Что же касается углов обзора, то они составляют 178 градусов, а среди портов доступны два HDMI версии 2.0, DisplayPort версии 1.4, 4 USB-A и выход на наушники. Также стоит отметить, что данная модель получила трехсторонний безрамочный дизайн и комплектуется поворотной подставкой, которую можно регулировать по высоте. Здесь также имеется встроенный блок питания, а максимальная потребляемая мощность достигает 32 Вт. В конце я обязательно упомяну, что цветовой охват этого монитора составляет 133% sRGB. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество картинки и цветопередачи. Строгий дизайн, тонкую рамку, эргономичную подставку и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Предпоследний монитор, о котором я хочу вам рассказать, называется Samsung Odyssey G5. Эта модель получила дисплей с диагональю 34 дюйма, максимальным разрешением 3440 на 1440 пикселей и матрицей VA. Соотношение сторон здесь составляет 21 на 9, а время отклика равняется 1 миллисекунде. Также стоит отметить, что это изогнутый монитор, изгиб которого составляет 1000. Что же касается углов обзора, то они составляют 178 градусов. Цветовой охват по стандарту NTSC равняется 72%. В данной модели производитель предусмотрел режим защиты глаз, поддержку технологии устранения мерцания, технологии FreeSync Premium и игровой интерфейс Super Arena Gaming UX. Среди доступных разъемов я хочу отметить DisplayPort версии 1.4, HDMI версии 2.0 и выход на наушники. Устройство комплектуется внешним блоком питания, а его максимальная потребляемая мощность составляет 50 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают стильный дизайн, высокое качество картинки, изогнутый дисплей, низкое время отклика и отличное соотношение цены и качества в целом. При этом не все владельцы довольно нерегулируемой подставкой, но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. А завершает наш ТОП-7 лучших игровых мониторов с частотой обновления 165 Гц модель AOC CQ32G2SEBK, которая обзавелась экраном с диагональю 32 дюйма, максимальным разрешением 2560 на 1440 пикселей и VA матрицей. Соотношение сторон здесь составляет 16 на 9, а время отклика равняется 1 мс. Что же касается углов обзора, то они составляют 178 градусов. Также стоит отметить, что это изогнутый монитор, радиус изгиба которого равняется 1500. Цветовой охват NTSC здесь составляет 85%, а RGB равняется 90%, а sRGB достигает 121%. Также производитель предусмотрел поддержку технологии защиты глаз Low Blue Light и технологии Flicker Free, а еще доступные технологии синхронизации FreeSync и FreeSync Premium. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество картинки, изогнутый экран, отличную цветопередачу, низкое время отклика и высокое качество исполнение в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Большое спасибо за внимание, напоминаю, что ссылки на все мониторы, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили промокод с приятной скидкой. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропустить выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!